Всем привет! С вами канал Космостар. Быть дочкой Владимира Машкова и Елены Шевченко оказалось непросто, мама с папой развелись, когда Марии, едва исполнилось два года, постоянно пропадали на работе. А друг с другом после расставания почти не виделись. Позднее к проблеме жизни между двух огней прибавились и сравнение со знаменитыми родителями. Юную Марию Машкову, можно увидеть в картинах женщин обижать, не рекомендуется, мама, не горюй два, талисман любви. Однако слава настигла 20-летнюю актрису после роли секретарши Марии Тропинкиной в сериале «Не родись красивой». Со звездным отцом к тому моменту она снималась лишь в папе, да и то в эпизоде. С лекции она спешила на спектакль, а оттуда – на съемки, поэтому едва успевала перекусить в промежутке. Многие удивлялись, зачем артистка так впахивала и цеплялась за сериалы, если могла просто попросить помощи у отца. При этом отношения отца и дочери сложно было назвать сентиментальными. Мария восхищалась папой, знала, что в трудной ситуации он ее не оставит, однако если девушке просто становилось одиноко, звонить Машкову она не спешила, в лучшем случае артист бы ее высмеял. Все потому, что с самим Владимиром Львовичем родители, театралы, работавшие с утра до ночи, не особенно носились. На площадке «Не родись красивой» артистка сблизилась с Артемом Семакиным, игравшим друга детства Кати Пушкаревой. Если в сериале актеру достался образ этакого недотепы, то за кадром он представлял из себя бунтаря и сердцееда. И вот, когда знакомые было решили, что Семакин остепенился, женившись на сокурснице Насти Миляевой и став папой дочки Сони, на горизонте возникла Мария. Долго разрываться между семьей и страстью Семакин не смог, через месяц признался Насти, что влюбился в другую, собрал вещи и ушел. По словам актера, он не боялся ни осуждения окружающих, ни встречи с такой величиной, как Владимир Машков. Впрочем, Мария не спешила знакомить отца с женихом. Папа очень тактичный человек, он никогда не вмешивался. Что же касается свадьбы, когда я выходила замуж в первый раз, я очень боялась его реакции и тянула до последнего, так что позвонила только накануне, признавалась актриса. Семья распалась через 4 года. Как пояснял Семакин, сразу после свадьбы и медового месяца в Париже супруги окунулись в работу, так что, если влюбленных свели съемки, то они же их и разлучили. Отношения дали трещину, а последний гвоздь, в крышку гроба вбила измена Артема, на площадке картины «Луна-луна» актер встретил Софью Каштанову. В 2009-м жизнь Марии резко изменилась, она вышла замуж за сына легендарного пианиста Александра Слободяника. Слободяник-младший также занимался музыкой и даже выступал в «Корнеге-Холл», но со временем переключился на продюсирование и режиссуру, отучившись в США. Свадьба пары прошла в Петербурге, причем наряд Машкова выбрала из голубого индийского шифона. Впоследствии же супруги перебрались в Америку, где Александр занимался бизнесом, вместе с дочками Стефанией и Сашей. Актриса успевала сниматься как за рубежом, так и в России, а вот материнство стало для нее настоящей проверкой на прочность. Машкова начала лучше понимать отца, на которого когда-то обижалась за невнимание, ведь прочувствовала на собственной шкуре, каково это, пытаться быть и родителем, и артисткой. Но кажется в последнее время между отцом и дочерью назрел серьезный конфликт. Взгляды родственников на спецоперацию на Украине кардинально разошлись, а когда Машков велел наследнице вернуться из США в Москву и поддержать соотечественников, Мария решительно отказалась. Актриса подлила масло в огонь, пересказав разговор с папой зарубежному изданию, отметив, что Владимир Машков требует от нее попросить прощения за предательство и быть хорошей россиянкой.